Мир вам, братья и сестры! Мы будем читать Слово Божие. Первое послание апостола Павла Коринфина. Третья глава. Сначала. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете. Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали. И при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий – суть одно. Но каждый получит свою награду по своему труду, ибо мы – соработники у Бога. А вы – Божия Нива, Божие строение. Я подан на мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценный камни, дерево, сено, соломы – каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строит, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Он, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Аминь. Когда мне предложили тему «Баланс между организацией и духовным развитием Церкви», я думал, вот предложили то, что я не хотел. Я вот смотрел, там какие темы были, и я думал, ну хоть бы мне вот эту тему не предложили. Но предложили эту тему. Я молился, переживал, думал. Ну, а что имеется в виду? Ну, я хотел к этому прийти, но давайте сначала… Вот мы – соработники у Бога. Почему важен баланс? Потому что мы – соработники у Бога. То есть тот, кто работает с кем-то. То есть мы стали частью его планов, частью его проектов. Мы работаем с Богом. И Он призвал нас в свой труд. И наш текст, который мы прочитали, говорит о том, что наш труд будет оцениваться. Даже на хорошем основании можно плохо строить. Правда же? Ну, хорошее основание, а построить можно очень плохо. На хорошем основании можно хорошо построить, и можно построить плохо. Поэтому важно понимать, что хочет Бог. Вот что Он ожидает? Нужно видеть то, что видит Бог в этом строении. Речь идет о Церкви Господа нашего Иисуса Христа. Вот какой должен быть баланс? Ну, если говорить об организации, я думаю, мы все понимаем, что организация нужна. Без структуры невозможно. И когда мы читаем Священное Писание, мы находим много моментов, где была очень четкая, хорошая организация. И это давало благословение. Представьте себе, что у нас на Конгрессе не было бы никакой организации. Когда обедать? Когда конец? Когда начало? Никаких трактатов, ничего не написано. Хавос просить, не знаем. Это хаос был бы, правда же? Это было бы неправильно. Организация нужна. Помните историю, когда Моисей судил народ, и пришел к тестью, он посмотрел, а там народ целый день стоит, а он сидит, и он судит народ. Он говорит, что ты делаешь? Он говорит, ну я народ сужу. Но он говорит, ты нехорошо делаешь. Почему нехорошо? Но он говорит, почему ты сидишь, а они стоят? Ну почему ты один это делаешь? Ну назначь же, вот там, тысяча начальников, сто начальников, пятидесятников, десятников, да? Пусть они решают эти вопросы. То есть организация. Когда наш Господь Иисус Христос накормил пять тысяч, вы помните, как Он предложил ученикам сделать? Они не знали. Ну представьте себе, вот это количество людей. Они говорят, Господи, давай мы их отпустим. Ну уже время позднее, уже нехорошо, вот три дня не евши. А он говорит, а вы дайте им есть? А он говорит, а ничего нету, говорит. Ну есть у одного мальчика пять хлебов и две рыбы. Ну для такого множества, что это? И тогда мы знаем, Иисус взял этот хлеб, преломил его, он помолился сначала. Но до этого он сделал одну организацию. Что он сделал? Он сказал, рассадите их по пятидесяти. То есть мы можем себе представить, было сто рядов по пятьдесят человек. То есть был порядок, чтобы никто не взял, скажем, грубо два куска хлеба, а чтобы все вовремя могли что-то получить. И осталось еще двенадцать полных корзин коробов хлеба. То есть очень много есть таких моментов, где нужна организация. Но какой баланс? Невольно возникает вопрос, что это должно быть, пятьдесят на пятьдесят? Или о чем идет речь? О чем идет речь? Я думаю, что баланс, баланс, это, ну если просто сказать, это равновесие, держать равновесие, чтобы что-то не упало. Сбалансировать. Например, если каната ходит, идет по канату, он балансирует шестом, и чтобы не упасть с этого каната. Баланс – это равновесие, это искусство держать равновесие, чтобы что-то не упало. Вот какой должен быть баланс, чтобы не рухнуло вот это строение? Мы соработники у Бога, да? И нужно так построить, чтобы Бог сказал, что это хорошо. Мы должны понимать цель Бога. Мы должны иметь видение Бога. И я очень рад, что вчера мы эту тему уже слышали, рассуждали. Мы должны ясно представлять себе, что Бог от нас ожидает, чтобы мы правильно строили. Вы знаете, мы можем очень по-разному оценивать что-то. Слышал историю, которая где-то, говорят, в Америке произошла у вас. У одного человека были старинные часы, антиквар, скажем. Они были огромны на всю стену. Но они не работали. И потом как-то он услышал, что есть где-то мастер, который в общем-то мог бы отремонтировать. Он его вызвонил, пригласил себе. Тот приехал, открывает вот эту дверцу к часов, смотрел на механизм, смотрел, смотрел долго. А потом говорит, у вас молоток есть? Молоток, да? Есть. Он приносит ему молоток. Он берет этот молоток и в одно место как ударил один раз. И часы раз и пошли. Тик-так, тик-так. Он так обрадовался хозяину. Говорит, сколько я вам должен? Он говорит, тысячи долларов. Говорит, тысячи долларов? За то, что один раз ударил? Он говорит, нет, вы неправильно поняли. За то, что один раз ударил, один доллар. А за то, что знал, куда ударить? 999 долларов, говорит, да? Вы знаете, как по-разному оценивается. Но наш текст, который мы прочитали, говорит о том, что сам Господь будет оценивать наше строение. Да, мы соработники. Да, Он нас пригласил в свой виноградник. Это великая честь работать вместе с Богом. Но чтобы работать, мы должны знать, как это нужно. У нас должно быть видение Бога, чтобы это здание не рухнуло. Это должно быть по проекту Бога, по видению Бога, как Он считает это правильным. Мы можем очень по-разному. От чего зависит видение? Как правильно видеть? Как получить вот эти знания, чтобы мы действительно делали так, как хочет Бог? Писание говорит нам о том, что чистые сердцем Бога узрят. Это Иисус сказал на горной проповеди. Апостол Павел писал верующим в Каримфе, но кто любит Бога, вот тому дано знание от Него. И вот мы видим, кто-то видит, и кто-то не видит. Кто-то смотришь, но неправильно делает, и нет благословения. Очень важно здесь подчеркнуть наши правильные отношения с Богом. И Он тогда дает нам видение. Помните историю, когда Елисей со своим слугой Гиези был на горе, и город был окружен, и хотели взять его, Елисея, и паника такая. И вот Гиези смотрит, там войско собрали все, да, конница и все. И он думает, ну все, это конец. И он возопил и говорит Елисей, увы, господин мой, что нам делать? Что нам делать? Вот он видит. А тот тебе говорит, не бойся. Ну как не бояться? Он говорит, ну тех, которые с нами больше, нежели тех, которые с ними. А как он это видит? И Господь говорит, открой ему глаза, Господи. И Господь ему открыл глаза, и он увидел, вся гора наполнила колесницами огненными, но интересно, вокруг Елисея, хотя Гиези стояла рядом. Но он увидел вот эту охрану, защиту человека Божьего, правильно видеть, правильно понимать цель Бога. И мы очень много хорошо слышали о том, что иногда мы неправильно понимаем цель Бога. Знаете, кто-то сказал, за деревьями леса не видно. Не знаю, вы слышали такое выражение? За деревьями леса не видно. То есть, не видно главного из-за множества разных деталей. И нам кажется, это правильно. Мы надумали там какие-то структуры, которые не работают. И оно мешает сконцентрироваться на главном. И не увидит самое главное, что Бог в конце концов от меня ожидает. Увы, мы иногда видим, что в некоторых местах служитель – это очень хороший хозяйственник. И знаете, ну, все направлено вот именно на то, чтобы здание, вокруг здания. Это неплохо. Нам тоже это нравится, правда же? Но это не главная цель. Вся структура, все организационные вопросы должны быть направлены на достижение главной цели. И об этом тоже надо молиться. Когда Господь дал задание построить Скинию, Он исполнил Духа Святого «Веселила Голиава», мы читаем, правда же, да? Он дал им этот дух мудрости. И это очень верно. Когда Первоапостольская церковь стала развиваться, там тоже были вопросы, которые невольно у них возникали. То есть, по умножению учеников невозможно без организации были. Стали величиеся ученики, и произошел ропот. Произошел ропот, что кто-то там, обделяем был вдовицы. Ну, что делать? Они стали молиться. Они стали молиться, и Господь им положил на сердце, избрать нужно специально людей на эту службу. И они избирали, они собрали совет, потом назначили пост, молитву, потом они избирают всем деканов, каких? Изведанных, испытанных, исполненных Духа Святого и мудрости, и их поставим на эту службу. Мы скажем, ну, что там хлеб печь, нужно что ли особое откровение? Но все организационные вопросы, которые были, они были поставлены для достижения главной цели. Какая цель? Видеть человека. Мы слышали, Бог видит человека. Это видение Бога. И поэтому все должно быть построено и поставлено. Все организационные вопросы, что бы мы ни делали, все должно быть. Вот действительно, Иисус сказал, без меня не можете делать ничего. Знаете, иногда доходит до крайности. Я как-то был в одном месте, тоже там какой-то перерыв был, кофе, чай там где-то давали. Но меня отвели в сторону и говорят, ну, давай, начинай уже. Я говорю, ну, еще же не молились. Один брат говорит, ну, вообще-то мы все, что ниже двух долларов, мы не молимся. Говорит. А это что за новое учение такое? Все, что ниже двух долларов, они не молятся. Ну, а вся пища освещается чем? Словом Божьим и молитвой. И знаете, много могут быть такие моменты, где сатана может нас обмануть. Все организационные вопросы, вот нельзя сказать, что 50 на 50, и тогда устоит. Нет, все должно быть сконцентрировано на видении Бога. Все, что мы делаем, все организационные вопросы, они должны помочь нам достигнуть цель Бога. То есть так строить, чтобы это было утверждение веры, чтобы святой освящался еще, для утверждения веры народа Божьего. Так говорит Священное Писание. Мне очень нравится, есть такие замечательные тексты, которые просто побуждают проверять свое сердце, свое служение. Помните, Иисус последний раз проходил через город Ерихон. Это было третий раз. И когда он выходил из него, там был слепой Вартемей. Ну и шествие видно было. Этот слепой спросил милости, и он слыхал, какое-то движение там идет. И он говорит, что это такое? Что за движение? Необычно. Ему говорят, это Иисус идет. И вероятно, он слышал, что Иисус исцеляет и даже дает слепым зрение. И он закричал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. И знаете, люди заставляли его молчать, а он еще громче кричал. И потом написано такое сильное слово. Мы читаем его у евангелиста Луки. Написано, Иисус остановился. Вы знаете, это больше, чем то, что произошло когда-то, когда Иисус Навин в сражении, помните, сказал, стой, солнце над Гаваоном. И кажется, вот это чудо. Такого не было никогда. Солнце остановилось. Но здесь творец Вселенной, тот, кто создал солнце и луну, и весь мир, остановился. Остановился возле человека. Это сердце нашего Господа. Дорогие братья, мы вот в этом, вот баланс, чтобы устояло, мы должны иметь видение Господа. За всем, что мы делаем, должно стоять цель помочь человеку, привести его к Господу, увидеть, и много нагромождений может помешать нам увидеть нужду человека, который погибает. Иисус сказал, он пришел взыскать и спасти погибшее. Кажется, ну, он идет уже на Голгофу, он идет уже умирать, и теперь вот этот слепой, да, какое дело? Иисус остановился. Что ты хочешь от меня? Хочу прозреть. Прозри. Прозри. Я хотел бы, чтобы мы сегодня, говоря о том балансе, который должен быть между организацией и духовным попечением, чтобы мы вот так положили себе на сердце все, что мы делаем, мы должны делать для достижения главной цели помочь человеку. Помните, был праздник в Иерусалиме. Иисус пришел в Иерусалим, и Он пошел в Вефезду. Он пошел туда, к тому, который 38 лет лежал и не имел человека. Иисус пошел туда. Он видел этого человека. Мы должны видеть конкретных людей. Как мы можем увидеть эту нужду? Знаете, я уже цитировал эти стихи. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него или блажены чистым сердцем, они Бога узрят? Я позволю себе одну историю, которую я рассказывал, думаю, может быть, многие слышали. В нашем доме как-то произошел такой случай. Мы были, значит, к нам в гости пришла дочь с мужем, зять наш, у них маленькие детки, а у нас тоже была младшая дочь, она тоже была тогда маленькая, ну, сколько ей годиков, пять-шесть тогда было, у тетя уже, да, потому что у нас так в семье было, она старший сын и младшая дочь, 25 лет разницы было, всего у нас было девять деток. Ну, и женщины готовят там ужин, а нам, мы должны были смотреть за детьми, чтобы ничего не случилось. И вдруг вот эта маленькая девочка моих детей, внучка наша, кричит так сильно, если бы у нее кровь со рта пошла. Мы напугались, да что такое, ну, прибежала моя жена и доченька, ну, как же вы не усмотрели, что могло случиться, да мы не знаем, идет кровь прям сильно. Но они помыли все, а, оказывается, ничего серьезного, там она где-то, видно, надкусила там, или губу, или язычок, как раз попала в такое место, ну, все привели в порядок, все нормально. А вечером у нас всегда такое обыкновение, мы обязательно, если у нас что-то есть, мы без молитвы никого из дома не выпускаем. Ну, мы почитали Библию, я на уровне детей, которые там были, внуки еще тоже постарше, ну, и прочитал это место, как сейчас помню, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, не сокровенного, что не обнаружилось бы, ну, и привел некоторые примеры, потом, когда наши дети уехали с внуками, вдруг моя доченька плачет, говорит, папа, я согрешила, папа, я согрешила, помолись Иисусу, чтобы он меня простил, я говорю, что ты сделала? Она говорит, это я сделала, что ты сделала? Оказывается, когда они игрались, и она с ними тоже игралась, она как-то неосторожно развернулась и ножкой задела ручку внучки, которая ползала так, ну, задела на раз, и надкусила, и кровь пошла. папа, помолись, я говорю, я не буду молиться, а что? Ты должна попросить у своей сестры прощения, ты же это скрыла, ты же знала, что ты сделала? А как я это сделаю? Она теперь далеко уже уехала, я говорю, ничего страшного, я достаю телефон, набираю, алло, Ирина, да, вот тут Регина, она с тобой поговорить хочет, и она говорит, Ирина, прости, я согрешила, прости меня, ну, в общем, так, да ты что, да ничего страшного, все отрегулировали, помолились, а уже вечером, мы когда читаем в семейном круге Библию на ночь, она ко мне так прижалась, я читаю, и я слышу, она плачет, сильно плачет, я говорю, что такое, доченька, ну, мы же тебя простили, да ничего же страшного, она говорит, папа, я не по этому плачу, а почему, что я могу сделать, так много людей идут в ад, знаете, я прям вздрогнул, вот эта девочка, она видит людей, которые идут в ад, у нее слезы такие, и она говорит, я хочу что-то сделать, чтобы меньше людей погибло, и я подумал, вот оно, чистое сердце, чистое сердце Бога узрят, вот когда есть правильное отношение, и вот тогда Бог дает какие-то особые откровения, как это нужно делать, вот какой должен быть дебаланс, но я думал, что же сделать, а как раз моя жена должна была с ней, с дочкой нашей, извините, такая история немножко длинная, поехать в Германию, потому что ее папа был при смерти, больной, они хотели увидеть еще дочь и внучку свою, я говорю, давай так, вы с мамой поедете, полетите в Германию, я тебе дам два новых завета, туда летишь, одному ударишь, назад летишь, другому ударишь, вы знаете, она устроила нам там целую школу по благовестию, а если он скажет вот это, ну если он скажет так, ты скажешь так, а если он скажет так, ну тогда ты скажешь так, а может быть он вот так, ну тогда ты скажешь так, Она организовала своих братьев и сестер, которые старше ее, молитвенную группу, чтобы они молились, потому что Регина едет в миссионерское путешествие. Она будет благовествовать. И знаете, в тот день, когда я должен был привезти два новых завета, как раз дома они у нас кончились, я вечером приезжаю, она стоит на колечке и ждет. Папа, где новые заветы? Я говорю, я забыл. Она говорит, папа, как? Она не понимает. Как можно забыть? Человек собрался на служение, я забыл эти новые заветы. Я развернулся, поехал, привез все. И я заканчиваю эту историю. Когда они выходили из дому? Уже уезжали, я их провожал. Она говорит, папа, а ведь это недостаточно, если они покаятся. Им же надо крещение принять. Я говорю, ну, в принципе, да. Они же могут потеряться, говорят. А с какой страны? Это же в самолете, это же такое дело, да? И я говорю, ну, давай так, у меня есть визитные карточки. И вот ты, когда засвидетельствуешь одному, ты дашь визитную карточку, скажи, вам надо принять крещение. Вот адрес моего папы, напишите ему письмо, он подскажет, где, в какой стране. Ну, поможем. Ну, она успокоилась. Уже пошли, вдруг останавливаются. Папа, дай еще одну визитную карточку. Я говорю, а зачем третью? Она говорит, а вдруг кто-то будет подслушивать и тоже покаяться. И вы знаете, я подумал, вот у меня не хватает веры, да? У меня не хватает веры, что двое покаются, но ребенок шесть лет будет говорить. А она верит, что если даже кто-то будет подслушивать. И знаете, что это делает? Это видение. Чистое сердце. Вот почему некоторые не видят толпы народа? Помните, Иисус, видя толпы народа, Он жалился над ними. Они были, как овцы, изнуренные рассеянные, не имеющие пастыря. Иисус видел людей. Он шел к людям. Он сказал, я пришел взыскать и спасти погибшие. И все, что мы делаем, все наши организационные вопросы, очень важные и нужные, должны быть для того, чтобы достигнуть главную цель духовного формирования церкви, членов церкви, новообращенных людей. Это настолько важно. Вы знаете, крен можно очень быстро дать какой-то. Но кто-то сказал когда-то, религиозные торжества, лишенные силы животворящего духа. Это кощунство. Они бесславят Бога и плодят безбожников. Когда нету веяния Духа Святого, когда это идет не от чистого сердца, когда упор сделан на ох и ах, чтобы удивить людей. Люди говорят, красиво было, хорошо было. Да, это неплохо, но весь баланс, все должно быть тому, мы должны об этом молиться. Все, что мы организовываем и делаем, мы должны делать с искренней молитвой. Господи, мы хотим достигать людей. Мы хотим, чтобы люди могли покаяться, чтобы они тебя увидали, чтобы они пережили вот это спасение и получили дар вечной жизни. Вы знаете, так незаметно можно дать крен где-то. У нас одна сестра по местной церкви, где я жил, как-то лежала в больнице, я живу, мы жили в городе, в небольшом Сарань, шахтерский городок, а областной город Караганда. И там она лежала в больнице, и она свидетельствовала там людям, и в палате, у них была одна женщина, она была преподаватель консерватории по национальности еврейка. И наша сестра ей рассказы, она говорит, ты знаешь, я вот никогда не слышала церковный хор, вот хотела бы послушать. Говорят, говорит, это как в раю. Ну, наша сестра сразу подхватила, говорит, да конечно, давайте, вот выпишитесь и сразу к нам. Там, ну, она уже узнала, когда это преподаватель, знаменитая очень такая женщина приедет, она там сказала нашим регентам, они сделали дополнительную спевочку, самые лучшие концертные гимны, чтобы удивить вот этого преподавателя, показать, что это действительно как в раю. Вот мотив такой был, они сами потом говорили. Она была на служении, и после служения наша сестра ее на обед пригласила, она говорит, ну, как вам понравилось? Она говорит, ой, ну, это что-то было, ну, так замечательно, я прямо отдыхала, ну, пели, ой, так хорошо. Она говорит, а какой гимн вам больше всего понравился? Вот из того, что хор пел. Она говорит, не обидишься? Говорит, нет. Больше всего мне понравилось, когда весь зал пел. Она говорит, хак. А, говорит, знаешь, говорит, когда я весь зал пел, возле меня стояла одна женщина, и нам сказали встать всем, я тоже встала. И когда начали петь, она ко мне вот так песенник подвинула тоже, и я хотела посмотреть на нее, ну, как бы поблагодарить, вот так повернулась, и я смотрю, у нее вот тут слеза течет. И я, говорит, поняла, есть Бог. Вот сегодня на вашем служении эта женщина, которая полутонила, убедила меня, что есть Бог. Я надеюсь, наши хористы-музыканты не огорчились этим примером. Нам нравится пение, правда же? Мы действительно вдохновлены. Ну, о чем это говорит? Можно это делать, чтобы удивить всех. И тогда результатов не будет, правда же? Ну, не будет результата. Ну, как? Ой, здорово! Ну, слава Богу! Всем понравилось. Вы знаете, есть служение, эгоистическое может быть служение, когда все, что мы делаем, мы делаем, чтобы нас похвалили, мы на себя концентрируем все. Например, я как проповедник, готовлюсь к проповеди и думаю, ой, надо так сказать, чтобы не позориться. Или спеть так надо, чтобы не позориться, да? То есть, я переживаю за свою репутацию. Я поставил цель хорошо выглядеть после служения. И знаете, мы обычно достигаем своей цели. И после служения люди говорят, ну, Франц сказал, есть что послушать. Ну, это молодец, да? Есть служение ради служения. Ой, надо заполнить два часа времени программу. Чем бы заполнить ее там, да? Ну, служение ради служения. Но есть служение, исполненное Духа Святого. И все, что делается для этого, все организационные вопросы направлены на это, направлены вот на это, чтобы она была в силе Духа Святого. когда исполнители переживают, чтобы была слава Богу. И знаете, когда служение кончается, цель правильно поставлена. И люди говорят, сегодня Бог утешил меня. Или, может, обличил даже. Правда же? Сегодня Бог говорил с моим сердцем. Это было от Бога. То есть, все, что делалось, делается для того, чтобы достигнуть человека. Достигнуть человека. Вот это видение Бога. Он пришел, чтобы спасти человека. Он отдал свою жизнь за нас. И это так ценно. Это так дорого. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы сконцентрировались на этом. Потому что очень быстро можно куда-то дать крен какой-то, уйти в сторону. Есть вещи, которые мы уже привыкли делать, и мы их очень хорошо можем делать. Но Иисус сказал, без меня не будет благословения. Вот все, что мы делаем, мы должны делать с искренней, сердечной молитвой. И должны... Вот все вопросы... Вот какой баланс? Еще раз хочу сказать, не 50 на 50. Но все, что мы делаем, вот куда мы больше влагаем силы. Мы все хотим делать с Ним. Мы должны все делать с молитвой. Мы должны на все просить благословения. Мы должны быть не самоуверены в том, ну, а получится. Знаете, я переживал такие моменты в своей жизни, о которых стыдно вспоминать. Я помню, беседовал как-то с одной молодой женщиной. После служения она говорит, можно поговорить? Ну, мы сели. Ну, я говорю, давайте я помолюсь. И знаете, это была трафаретная молитва. Я знал ее проблему. Ну, как бы, знаете, получилось как для галочки. Стыдно говорит. Господи, благослови, помоги, и будь при устах моих. Аминь. Давайте, что у вас? Начали беседовать. Ничего не получается. Ничего не получается. Я думаю, интересно, я уже с такими проблемами беседовал. И эти же стихи, цитирую, которые предлагал другим людям, это помогало, а тут никакой реакции нет. И знаете, Дух Святой стал меня обличать. Ты же на себя понадеялся, на свой опыт. Вы знаете, опыт может помешать. Опыт может помешать. И тогда нам уже вроде не так нужен Господь. Я знаю, как надо делать. Я уже делал это. Мы должны быть зависимы от Бога. Мы должны понимать это. Мы без Него ничего не сможем сделать. Ничего. Все организационные вопросы. Он подскажет, куда больше силы нужна. Он даст нам эту мудрость. Он даст нам эти силы. И знаете, я в душе молился, сказал, прости меня, Господи. Прости. Вы знаете, я вот ушел, я это называю быть исполненным Духа Святого. Я пошел под контроль Духа Святого. Я сказал, Господи, я ничего не могу. Ты меня прости. И дай мне слова нужны теперь. Вот эта бедная душа, она погибнет. Вы знаете, я начал ей что-то говорить, и она на меня смотрит, говорит, я боюсь вас. Я боюсь вас. Я говорю, а почему вы меня боитесь? Она говорит, вы читаете мои мысли. И я говорю, вы меня ободрили сейчас. Она говорит, почему? Я говорю, я не могу мысли читать. Но я попросил Бога, который знает ваши мысли, чтобы он мне дал слова правильные. У меня ничего не получалось. Я признался ей, что я поступил неправильно. Вы бы видели, как она потом реагировала. И я реально это ощутил. Это так важно. Видеть все глазами Бога. Для этого нужна чистота сердца, мы говорили. И знаете, я вот скажу, иногда, иногда, когда это запущено, нужно исповедание, нужно покаяние. Это тоже очень важно. Вот кто ведет нас по жизни? Кто направляет наше служение? Мы на самом деле находимся под водительством Духа Святого или нет? Как мы реагируем? И помню, у меня был такой случай один. Я работал на шахте и сказал одному человеку неправду. Я уже был помощник пресс-фитера. Уже рукоположен был. Ну, как неправду? Я, может, и сейчас хочу приукрасить это немножко, да? Ну, скажем, это была не наглая ложь какая-то. Ну, я сказал так, чтобы он понял, как мне хотелось. Но не совсем точно это было. Знаете, я потерял покой. Я потерял покой. Помню, домой еду, на автобусе, мира нет. Приехал. Так нехорошо. И Господь говорит, ты должен попросить прощения. Я говорю, Господи, на этой шахте две тысячи людей работают. Они скажут, ты первый. А баптист, оказывается, еще и обманывают. Это же все узнают сразу. И я говорю, Господи, может, мы с тобой вот так отрегулируем это? Ты меня прости. Я признаю вину свою, да? А Господь мне говорит, нет, так не пойдет. Я знал, что надо делать. Я помню, приехал туда, на работу на другой день. Я отозвал его в сторону и сказал, Гена, вот Христа ради, прости. Я вчера неправду сказал. Когда? Я, ну, вот в этом случае, вот так и так было. Я сказал так. То это же не есть неправда. Я, нет, Гена, это неправда. Прости. Ладно, я говорю, дыши глубже. Ну, я начал глубже дышать. Да. Знаете, пришел мир в сердце, да? Пришел мир в сердце. Но на другой день, когда я приехал, я смотрю, вся бригада, у нас большая бригада, очень встревоженная была. Я говорю, что такое? Гена в ожоговый центр попал. Как? А он в тот день, когда я у него попросил прощения, домой приехал, а у него был гараж, в гараже погреб, и там у него в гараже стояли канистры с бензином, а он хотел высушить паяльной лампой. Погреб он немножко царел, а там пары были, там рвануло так, шестиметровая плита слетела с гаража, бетонная. И он как головешка обгоревшая лежит в ожоговом центре. И у меня опять такая борьба. Господи, а вдруг умрет? А я его вчера, ну, вроде попросил же прощения, ну, знаете, отпросил все начальника, поехал в ожоговый центр, приехал туда, а там говорят, он никого не пускает, лежит, говорит, голый, обгоревший головешка, жена там, и сказали никого не пускать. У него он кричит, у него боли такие. Я молюсь, молюсь, молюсь. Потом говорю, это девушка, которая там прием на покой, я говорю, скажите, и вот его соработник пришел, вот пустит, пустит, нет, нет, скажите, меня звать Франц, я хочу с ним поговорить. Она ушла, приходит, и я по лицу вижу реакцию уже, она на меня так смотрит, говорит, он сказал, можно. Я говорю, что он сказал? А, говорит, он сказал, вы святой человек, вы можете зайти. Я как сейчас помню. Я поднимался на второй этаж, по ступенькам, шел и плакал, какой святой. Вы знаете, когда я пришел, он жене говорит, вот это Франц, он всегда говорит правду. Это Бог делает. Когда мы исправляем. Вы знаете, много-много разного мы делаем, да? Действительно, очень важные вопросы. Но все надо делать с молитвой. Нельзя это сказать, это можно без молитвы делать, это с молитвой нужно делать, это вроде духовно, это не духовно. Все, что мы делаем, мы должны делать для достижения главной цели. Достигнуть человека. А без Бога мы не сможем это сделать никак. Для этого нужна сверхъестественная сила. А эту силу дает Бог. Чистый сердцем видит Бога. Если мы исповедуем грехи наши, Он, будучи верен и праведен, простит нас, очистит нас со всякой неправдой. Вы знаете, это было настолько удивительно в тот момент. Я никогда это не забуду. Я хотел бы, чтобы мы, рассуждая, слушая вот эту тему, чтобы мы проверили свое сердце. Знаете, наше строение будет проверено. У кого дело не устоит, тот потерпит урон. Даже на правильном основании можно плохо построить и неправильно построить. Мы должны видеть главную цель. не искать своей славы, популярности своей. Мы должны искать славы Божьей в своем служении. Молиться о всех вопросах. И все они должны стекаться для достижения человека, для помощи, для возрастания веры, для того, чтобы святой освящался еще, для того, чтобы преображаться в образ Божий. Помоги, Господь, нам в этом. Аминь. Аминь.